Итак, всем привет, моя зелёная банда, с вами Flutter Green. Сегодня будем делать реакцию на понях. Давненько мы всё-таки не смотрели понях, чём бы, собственно, и нет. И я заметил в прошлый раз, что я пропустил одну серию, девятую, когда делал на три серии подряд. Поэтому сегодня на девятую, одиннадцатую и двенадцатую серии. И перед началом хотел бы поблагодарить одного из подписчиков, который купил у меня, точнее, купил на канале спонсорскую подписку за 25 баксов. А именно, самая топовая зелень, самая огромная моя подписка на канале. Огромное спасибо, Денчик Бро. Огромнейшее тебе спасибо, это очень сильно поможет. Потому что, если хочешь тоже в ролик, то подписывайся на платной основе на канал, ссылка в описании есть всегда. Да. Спасибо огромное ещё раз. Ладненько, давайте-ка начнём. Поняхи, правда или действие? Поняхи. Отличная была идея устроить пижамную вечеринку, Фаттершай. Должна сказать, она намного лучше, чем та, на которой я была с Твайлот и Эпплджек. Несриятно проводить время со своими подругами. Да. Но ты же просто сидишь в телефоне. Да. Надо почаще такое устраивать. Кстати, давай-ка сделаем совместное фото. О нет, Рерити. Я плохо получаюсь на фотографиях. Я плохо получаюсь на фотографиях. Даже слушать ничего не желаю. Улыбочку. Ну, как хочешь. Попалась. Девчонки, пиццу будете? Ура. Эй, ты сюда пришла в телефоне посидеть? Брось, Рерити. Мы же на пижамной вечеринке. Давайте веселиться. Ура. Эм, а как обычно веселяться на пижамных вечеринках? Ну, не знаю. Например, играют правда или действие? Я начну. Рерити, что ты выбираешь? Правду или действие? Действие, наверное. Отлично. Я хочу, чтобы ты скорщила дебильную рожу. Что? Еще чего? Не буду я этого делать. Ты должна выполнить мое пожелание. Таковы правила. Давай. Это не так уж и сложно. Ты сможешь, Рерити. Ну, да. Вот. Довольны? Очень смешно. По крайней мере, кроме вас, этого никто не видел. Шикарная рожа, Рерити. Замечательно. Окей, Флаттершай. Теперь ты. Правда или действие? Ммм. Правда. Ага, правда. Скажи, ты в кого-нибудь влюблена? В Рерити. Что? Ничего. Ты сказала? Нет, я ничего не говорила. У-у-у. Ребят, а что вы все делаете в моем доме? Вот такой вот эпизодис. Давайте сразу не отвлекаться. У нас тут одиннадцатый эпизод «Сестра». О, няхи. Ммм. Как вкусно. Рерити, можешь подойти? Рерити, сейчас! Что такое? Тут лежал кексик. Ты его не видела? Эй, погоди-ка. Ты что, его съела? Может быть. Как ты могла? Это был мой кексик. Я хотела его съесть. Это был мой кексик. Я хотела его съесть. Не передразнивай. Не передразнивай. А-а-а! И сразу убежала. Веди себя по-взрослому, Свити Белль. Ну, смотря кто еще по-взрослому поступает, например. Она сама, как бы, по-взрослому особо не поступила. Просто накричала на нее. Или же просто подражала за ее голосом. Я ухожу. Что? За меня хватит. Ты ужасная сестра. Я больше не могу с тобой жить. Подожди. Это все из-за того кекса? Тот кекс стал последней каплей. Прощай, Рерити. Не пытайся меня остановить. Ты серьезно? Куда ты пойдешь? Не знаю. Я... Я найду себе новую сестру. А, найдешь себе новую сестру? Ну, давай. Удачи. Ты мне тоже не нужна. Без тебя мне будет только лучше. Свити Белль. Я буду по тебе скучать. Это все моя вина, Фаттершай. Теперь Свити Белль ушла. И я больше никогда ее не увижу. Ох, Рерити. Не говори так. Может, она еще вернется. Ну да. Нет, она уже не вернется. Привет, Рерити. Свити Белль. Тебе же говорилось, что она вернется. Вообще-то я хочу познакомить тебя с моей новой старшей сестрой. Оу. Рэнбоу Дэш? Рэнбоу Дэш. Ага. Она самая крутая сестра на свете. Точняк, сестренка. В натуре сестер. А то сестрица. Еще бы сеструха. По-любасу сестричка. Нееееет. Блин, мне сразу же рекомендуется мой видос такой. Посмотрите. Соревнования по нях. Окей. Отдых на природе. Это, по-моему, последний, да? Ах, тишина и покой. Здорово все-таки, что мы решили все выходные провести на природе. Правда, Рерити? Да, да. Моему счастью нет предела. Ладно тебе, не злись. Я уверена, мы отлично проведем время. Что-то я в этом сомневаюсь. Ну, смотря как... Ой, смотри, по тебе ползет паучок. А-а-а-а-а-а-а! Тут он меня не достанет. А, как? А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Ненавижу природу. Что же, думаю, нам надо немного это влечье. Может, споем песенку? Нет, спасибо. У меня, кстати говоря, такое же. Я люблю, типа, выходы на природу, но я ненавижу то, что в природе происходит с этих насекомых, всякое такое. Из-за этого не особо люблю это. Ну, такое. Я больше домашний человек. Спасибо. Хорошо. А чем ты хочешь заняться? Есть у меня одна идея. Давай рассказывать друг другу страшилки. Страшилки. Страшилки? Ух, ну, если ты так этого хочешь. Чудно. Итак, мой рассказ будет про ночь, когда ожил манекен и стал охотиться за костюмами. И? Что? Я уже все рассказала. Манекен ожил и стал охотиться за костюмами. Это все? Ну да. Такая себе страшилка. Жуткая история, не так ли? Она жуткая только для нее, потому что она любит моду и все в таком прочем. Наверное. Подожди. Тебе что, не страшно? Как это вообще возможно? Ты ведь всего боишься. Прости. Ой, по тебе опять ползет паучок. Рерри, не бойся. Он не причинит тебе вред. Она такая тросишка. Есть такое. Есть такое. Ладно, и ласт эпизод еще... А, это уже третий сезон пошел. Ладно, давайте тогда на этом и закончим. И в следующий раз уже просто посмотрим... Начнем смотреть третий эпизод. Третий сезон, то есть. Суть в том, что я хочу как можно поскорее продолжить. И как бы к последним эпизодам прийти, потому что я появился в поняхах, между прочим. Да, вот. Я озвучил своего персонажа. Я типа в одном же шесть видосов по поняхам предложил автору. А он сказал, что, о, ну давай будешь. Я такой, окей. Озвучил и все нормально. Боже мой, там... Там кот чихает. Короче, ладно, давайте будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи, всем пока-пока.